Здарова пацаны, на связи Макс Орлов, FullStack веб-разработчик на удаленке И я рад приветствовать вас в очередном видео, где мы с вами, кстати говоря, открываем сегодня новый этап в нашем изучении замечательного PHP фреймворка Laravel Мы начинаем сегодня с вами работу с базой данных Это очень важная тема, потому что в каждом проекте у нас есть база данных И один из самых главных навыков разработчика это умение правильно проектировать базу данных, правильно ее оптимизировать и так далее И мы сегодня начинаем с вами работать с базой данных и сегодня говорим про миграции Сейчас сразу расскажу, что такое миграции, зачем они нужны и потом с вами, как обычно, попрактикуемся Сейчас давайте посмотрим, как этот раздел выглядит в документации Переходим в документацию, переходим в раздел Database И вот этот раздел Migrations, это тот раздел, который мы сегодня с вами будем изучать Как обычно, напоминаю о том, что ссылочка на этот раздел документации будет в описании к видео Обязательно прочитайте, ознакомьтесь, потому что мы не все с вами сегодня здесь обсудим Здесь достаточно много различных возможностей, тонких моментов и так далее Которые вам, вероятно, в ближайшем будущем не пригодятся Но хорошо, если вы прочитаете, будете хотя бы знать, какие возможности есть Чтобы в будущем, когда у вас возникнет соответствующая задача Вы сразу сможете вспомнить, что что-то подобное было в документации И сможете сюда обратиться Вот, например, доступные типы колонок, вот целая куча Мы, соответственно, не сможем с вами в одном видео даже все их пройти Да и смысла нет, потому что большинство из них очень редко используется Или не используется вообще в большинстве проектов Поэтому я вам покажу сегодня самые основные моменты, которые реально постоянно используются Которые я использую Покажу, как я работаю с миграциями, какие-то у меня есть свои там правила по оформлению и так далее В общем, будет интересно, ребят Обязательно ознакомьтесь потом с документацией И мы начинаем Кстати, тут же вам хотел сказать еще один такой момент То, что мы с вами переходим к работе с базой данных И на этом этапе очень желательно, чтобы вы уже знали язык запросов в базе данных SQL Это тот язык, который используется в таких популярных базах данных, как MySQL, PostgreSQL Я настоятельно вам рекомендую, если вы еще не знаете, например, как работать с базой данных MySQL На языке запросов SQL, то после этого видео потратить несколько дней там нагуглить где-то Какие-то полезные материалы, статьи, видео на YouTube по базе данных MySQL И обязательно попрактиковаться Установить себе базу данных на компьютер и начать писать какие-то базовые запросы На добавление данных в базу, на изменение этих данных, на удаление Что такое индексы, зачем они нужны, что такое внешние ключи, связи в базе данных и так далее То есть такие моменты вам необходимо знать Потому что это то, что Laravel делает для нас под капотом И когда мы работаем с базой данных через фреймворк Laravel Мы все равно в голове должны представлять, что там происходит под капотом Ну реально, ребята, если вы хотите стать хорошим бэкэнд-разработчиком или фуллстэк-разработчиком Это обязательно Так что, ребята, это реально очень важная тема, обязательно изучайте А сегодня мы с вами изучаем миграции в Laravel И давайте сейчас несколько слов скажу вообще, что это такое, зачем это нужно Вот смотрите, у нас в каждом проекте есть база данных В базе данных есть таблицы отдельные И чтобы эти таблицы не создавать вручную, вот этими запросами на языке SQL Laravel нам предлагает как раз таки механизм миграций Миграции это такие файлы, в которых мы описываем структуру наших таблиц Потом эти миграции применяем, или я еще люблю говорить накатываем И у нас в базе данных появляется эта таблица Также мы миграции можем с вами откатить, то есть отменить Тогда эти таблицы у нас удаляются Помимо создания и удаления таблиц, мы через миграции также добавляем туда поля или колонки Также можем вносить изменения в существующие таблицы и так далее То есть мы посредством этих миграций выстраиваем структуру нашей базы данных Могу даже показать на примере Вот так вот давайте схемку нарисуем И представьте, что у нас есть база данных, и мы начинаем проект с нуля И у нас в проекте есть какие-то сущности Мы заранее знаем, что у нас там будут пользователи, например, товары, платежи Если это интернет-магазин И нам под каждую вот эту сущность нужна таблица в базе данных И первым делом часто мы создаем таблицу именно для пользователей Это таблица users Так как у нас Laravel предоставляет сервис миграций, то мы создаем с вами миграцию Описываем в этой миграции схему нашей таблицы users, какие там будут поля, например, ID, name, email и так далее И потом вызываем команду, применяем эту миграцию Накатываем эту миграцию И с этого момента у нас в базе данных уже появляется табличка users Потом мы знаем, что нам нужны таблицы, например, товаров, продуктов в магазине Создаем вторую миграцию Там описываем схему нашей таблички, какие поля у нас будут у продукта Тоже ID, price, например, цена, image, изображение и так далее И тоже эту миграцию накатываем Таким образом, у нас в проекте уже есть два файла миграции, мы их накатили, в базе данных у нас две таблички Затем в процессе разработки мы понимаем, что в таблице products нам нужно добавить еще какое-то поле Для этого мы можем создать еще одну миграцию, которая добавит в таблицу products еще одно поле И на самом деле так и нужно делать на production, когда у вас уже есть рабочий проект И вы не можете откатывать там миграции, потому что у вас какие-то данные могут удалиться и так далее Там вы вносите изменения своих баз данных посредством создания новых миграций Но на локалке, когда вы только разрабатываете проект, чтобы внести какое-то поле в таблицу products, которую вы сразу не предусмотрели Вы можете отменить вот эту вторую миграцию, которая создает нашу табличку products, внести в нее изменения и опять ее накатить. Вот так вот зачеркнем ее, чтобы было наглядно. Вот эту миграцию мы откатили, и у нас теперь в базе осталась только табличка users. Если мы опять введем команду для отката миграции, у нас откатится первая миграция. То есть тут важно понять, что те миграции, которые мы накатываем, в том же порядке они отменяются. Почему я об этом говорю? Дело в том, что если мы потом создаем еще какие-то таблички в базе данных посредством тех же миграций, например, это будет табличка заказы. Мы создали эту миграцию, описали в ней схему таблицы, например, orders, но мы эту миграцию не накатываем. И сразу создаем еще одну миграцию, например, payments, платежи. И после того, как мы создали две вот эти миграции, мы уже вызываем команду для накатывания миграции. И таким образом фреймворк накатит сразу две вот эти миграции. И если в дальнейшем мы с вами введем команду для отмены миграции, то фреймворк сразу отменит вот эту миграцию целиком. То есть обе таблички у нас в базе данных удалятся. Потом мы еще одну команду для отмены введем, у нас удалится уже вот эта табличка. То есть вы должны понимать, что мы миграции создаем и потом вводим команду для их накатывания Если мы с вами создали миграцию, накатили, создали еще одну, накатили Потом создали там две или три и накатили То она будет откатываться в обратном порядке по шагам Сначала откатится вот эта большая миграция, потому что она была последняя И в ней было сразу несколько таблиц И все эти таблицы у нас в базе удалятся Ну или те изменения, соответственно, которые там были указаны, отменятся Потом мы еще раз откатываем, откатится уже вот эта табличка Потому что это была как отдельная миграция и так далее Но этот механизм важно понимать, на самом деле вы там на практике тоже можете потренироваться Потом поэкспериментировать И сейчас мы тоже с вами попробуем эту историю Короче, простым языком, когда нам нужно сделать что-то С нашей базы данных, добавить таблицу, удалить таблицу Добавить какое-то поле, какие-то изменения Ввести именно в структуру базы данных То есть мы сами данные туда еще никакие не добавляем Данные добавляются посредством работы нашего приложения Взаимодействия юзера с нашим приложением и так далее А посредством миграции мы именно вносим изменения В структуру нашей базы данных И мы эти миграции создаем, накатываем Либо пачкой, либо по отдельности Потом также можем их откатывать И на production, когда ваш проект уже работает, там, как правило, мы миграции не откатываем. Там всегда только добавляем, потому что через откат миграции вы можете потерять какие-то данные, если что-то там удалится у вас. Поэтому откат миграции, как правило, используется именно в процессе разработки на компе, когда вы что-то сделали, поняли, что что-то надо поменять, откатили, опять добавили и так далее. Опять же, напоминаю про документацию, потому что здесь есть даже оглавление, таблицы. Создание таблиц, изменение таблиц, переименование, удаление и так далее. Потом колонки, в каждой таблице у нас есть колонки, как в Excel. И тут тоже вот нам показывают, как создавать колонки, какие-то есть типы колонок, как их модифицировать, удалять и так далее. И также вот работа с индексами, внешними ключами. То есть, повторюсь, что в идеале вы уже сейчас должны знать, о чем тут идет речь. О такой индексы, внешние ключи, колонки, типа данных, таблицы и так далее. Если вы это знаете, то супер вообще молодец. Если нет, то ничего страшного, просто не пожалей несколько дней времени, там, недельку. Как следует, вникни в этот вопрос, закрой эту тему, и дальше будет намного проще работать и развиваться. Вот, а мы с вами переходим, ребята, в наш проект. Это наш блок, который мы с вами потихоньку пилим, и тут сразу хотелось бы обратиться к конфигу. Потому что в каталоге конфиг у нас есть файл database.php, и здесь мы видим как раз-таки все параметры конфигурации для работы с баз данных. Дело в том, что Laravel из коробки поддерживает несколько баз данных. Это может быть SQLite, которая чаще всего используется для тестирования. Ну, лично я никогда не использовал ее для реальных проектов, чисто только для тестов. Дальше идет баз данных MySQL, который я как раз-таки всегда использую на своих проектах. Здесь есть куча настроек для баз данных и так далее, но не пугайтесь, как правило, здесь менять ничего не нужно. Мы обычно меняем только лишь вот database, то есть название баз данных, юзернейм и пароль. Это все делается через файл env, как видите. То есть тут на самом деле все очень просто. И аналогичная история баз данных Postgres, тут в принципе тоже database, юзернейм, пассворт и аналогичные настройки. Дальше идет еще какая-то баз данных типа SQL, CRV. Я, честно, даже не знаю, что такое, никогда не вникал. И если интересно, сами погуглите. Вот, потом у нас есть название таблицы миграции, потому что фреймворк автоматически создает в нашей базе данных таблицу с этим названием Migrations. И когда мы накатываем миграции, все наши миграции он хранит в этой таблице. Именно по ней он определяет, в каком порядке их потом откатывать. Но тут тоже, как правило, менять ничего не надо. И отдельно тут идет у нас параметр подключения к базе данных Redis. Эта база данных, как правило, используется для кэша. Ну, лично я ее только для кэша использую. Но на самом деле это не обязательно. Это баз данных ключ-значение, которое хранится в оперативной памяти, очень быстрое. Вот, и в принципе здесь тоже различные настройки есть. Фреймворк позволяет очень гибко здесь все настраивать. Причем здесь можно даже указать несколько соединений, если у вас там несколько серверов. На каждом стоит Redis, и вы можете там какой-то вот дефолтный взять, какой-то отдельный для кэша, какой-то отдельный для сессий, какой-то там отдельный для очередей и так далее. То есть тут очень гибко все это можно настраивать. Никак нас фреймворк в этом не ограничивает. Ну и вот эти баз данные, да, реаляционные MySQL, например, тоже мы можем добавлять сюда свои соединения. Например, у вас может быть две баз данных MySQL. Одна там в России, другая, например, в Америке. У меня был реально такой проект, где мы хранили персональные данные там русских в России, а американцев, короче, в Америке. И у нас реально было два сервера, две баз данных в различных регионах. И тут мы можем написать отдельное название. Например, там написать Россия. И по этому ключу вы в вашем приложении сможете обращаться уже к конкретной базе данных. Вот, драйвер MySQL это то, что у нас баз данных MySQL. Название баз данных тут надо будет написать DB Russia, например. Ну, то есть отдельные переменные в ENV для конкретно этой базы данных. Отдельное имя пользователя, отдельный пароль, то есть параметры для подключения к этой базе данных отдельно. Ну, также, вероятнее всего, у нас будет отдельный хоз для нее. то есть отдельные параметры для подключения к этой базе, вы можете таким образом добавлять тут различные базы данных, если у вас их на проекте несколько. Но я думаю, вам не очень скоро это понадобится, потому что при разработке первых проектов, как правило, все просто, да, одна база данных, и этого дела хватает надолго. В общем, примерно сориентировал вас по конфигурации с базами данных, но не так часто приходится сюда заглядывать, в основном мы работаем с вами через файл env, где указываем переменные для окружения. И здесь как раз-таки есть вот такой блок, который начинается с префикса db, и здесь мы видим параметры подключения к базе данных. Если вы все на компе, сами устанавливали базу данных, создаете там таблички и так далее, то здесь вы должны будете приписать название на вашей базе данных, например, там, блог, если вы вместе со мной сейчас блок делаете, юзернейм, там, часто, например, это root, паспорт может вообще не быть, либо тоже root. В общем, вы должны уже сами знать, какие у вас параметры для подключения конкретно к вашей базе данных. Порт базы данных, как правило, остается один и тот же. Хост у меня написан MySQL, но у вас может быть написан это Localhost, если у вас база данных лежит на компе. Если у вас продакшн базы данных лежит на отдельном сервере, то тут вы, как правило, указываете IP-адрес того сервера, на котором у вас база данных хранится. И dbConnection это как раз-таки то соединение с базы данных, которое используется по умолчанию. Здесь написано MySQL, это как раз-таки параметр из конфига, который мы видели с вами вот в массиве Connections, вот он MySQL, то есть вот эти параметры используются по умолчанию. В общем, ребят, ничего сложного нет. Создали новый проект на Laravel, пошли и создали отдельно базу данных, прописали здесь ее название, пользователь и пароль, и все, сразу можно начинать работать очень просто и быстро. Как вы знаете, я использую для установки Laravel, Laravel Sale, это пакет официальный, который создает Docker контейнер и в нем разворачивает все сервисы, необходимые для разработки. То есть там у нас и PHP, и Laravel, и даже баз данных, и MySQL, и Redis, все сразу там есть из коробки. И для создания базы данных в контейнере он автоматом использует вот эти параметры, название базы, пользователь и пароль. То есть установка через Laravel Sale вообще очень удобна, одной командой установили, другой запустили, и все, внутри контейнера у нас все это дело крутится. Вот, отдельно стоит отметить программы для работы с баз данных. Я использую вот такую программу уже очень давно, у меня платная версия, по-моему, купленная, она очень удобная, мне очень нравится, всем устраивает, но вы можете использовать какие-то другие варианты. В том числе часто используют разработчики PHP MyAdmin, хотя я считаю, что она не очень удобная, там интерфейс такой уже устаревший, некрасивый. Я знаю, что есть еще такая программа, которая называется Table+. Она, по-моему, тоже платная, но если честно, ребят, я вот не экономлю на инструментах, которые реально очень удобные, я использую для своей работы, вы смотрите сами. Преимущество этой базы данных в том, что, во-первых, дизайн классный, да, смотрите, как все красиво, удобненько, минималистично, а во-вторых, она поддерживает сразу кучу различных баз данных. Тут и Redis, и SQLite, и MySQL, и MongoDB, и что только здесь нет, то есть из коробки все это дело работает. Я, правда, сам не пользовался, не пробовал, но, возможно, когда-то попробую. Выглядит, по крайней мере, очень многообещающе. Вот, я же буду использовать свою программу, и у меня здесь есть уже заготовочка для подключения к моему докер-контейнеру, потому что все параметры подключения к проектам, установленных через Laravel Sale, они одинаковые. Как я сказал, они берутся из NV, и по умолчанию это всегда Laravel Sale Password. Поэтому у меня баз данных уже автоматом создается вместе с проектом на Laravel, вы же можете сами ее создать отдельно. Вот, я пока подключусь к своему серверу баз данных, у меня здесь, как видите, уже есть баз данных Laravel. Тут даже есть какие-то уже таблички у меня, давайте мы сразу их удалим, чтобы они нас пока не смущали, и начнем с вами, так сказать, с полного нуля. Вот у меня баз данных, она пустая. Если у вас пока баз данных нету, вы в своей программе где-то там в меню ищите New Database или Новая баз данных, вводите ее название, вводите кодировку, кодировка должна быть следующая, UTF MB4. И Collation, это типа сравнение, должно называться следующим образом, UTF 8 MB4 Unicode CI. Почему именно эти параметры? Ну, во-первых, они самые распространенные на текущий момент, самые актуальные, и во-вторых, то, что в конфиге Database у нас для MySQL как раз-таки уже прописаны эти параметры. Вот кодировка, вот она сравнение, да, просто, если не помните, просто берите значение отсюда и не парьтесь. И дальше баз данных создаем. У меня здесь возникает ошибка, потому что я нахожусь сейчас под юзером Sail, а он по умолчанию не имеет права создавать баз данных. Вы наверняка будете создавать из-под юзера Root, который имеет полные привилегии, и ваш баз данных создастся, скорее всего, без проблем. Но в любом случае, ребята, я говорю, изучение MySQL это не тема нашего видео, мы с вами изучаем миграции. Поэтому вы уже должны уметь, как создавать базу данных, как создавать в ней таблицы, как добавлять туда данные, как работать с этими данными чисто на языке запросов SQL. Если эта тема для вас новая, обязательно ее подтягивайте. А сейчас мы переходим непосредственно к миграциям. Смотрите, в новом проекте на Laravel, в каталоге Database Migrations, где хранятся миграции, уже из коробки есть некоторые миграции. Давайте посмотрим, что здесь есть. Во-первых, здесь миграция есть для таблицы Users, как видим из названия Create Users Table. Потому что юзеры есть, как правило, на всех проектах, и тут уже из коробки есть миграция для создания таблицы пользователей, и даже описаны некоторые поля. Также есть миграция для создания таблицы Password Resets, то есть это таблица для восстановления паролей, когда юзер сбрасывает пароль, хочет изменить его и так далее. То есть эта табличка нужна для того, чтобы он мог подтвердить свое намерение по e-mail, в общем, для безопасности. Также есть табличка для Failed Jobs. Failed Jobs — это табличка, в которую складываются неудачные задания. Когда мы будем с вами изучать очереди в Laravel, это механизм, который позволяет выполнять какие-то задачи асинхронно, то есть в отдельном запросе. И когда эта задача не выполняется, какая-то ошибка возникает, Laravel автоматом кладет эту задачу в таблицу Failed Jobs, чтобы мы потом могли посмотреть, что произошло, какая причина, и запустить ее заново. То есть это реально очень прикольная, интересная тема, но пока, если вы делаете свои первые шаги в Laravel, не обращайте на нее внимания. И вообще сейчас я предлагаю все эти миграции удалить, чтобы начать с вами с полного нуля, и посмотрим, как это вообще работает. То есть у нас вот новый проект, представим, что у нас миграции вообще нет. То есть вот у нас есть блок. Мы начинаем думать, какие таблицы в базе данных нам могут понадобиться. То есть первым делом мы сразу понимаем, что у нас будут пользователи на нашем блоге, которые могут регистрироваться, добавлять статьи. Поэтому нам нужно создать миграцию для таблицы пользователей. Идем в терминал и вводим команду для создания миграции. php-artisan-make-migration. И дальше необходимо правильно указать название для миграции. Тут есть определенное соглашение, то что если эта миграция создает таблицы в базе данных, то мы называем ее следующим образом. Пишем create, потом название таблицы, это у нас будет users, и дальше пишем table. Ну то есть по-английски create users table, это просто создать таблицу пользователей. То есть называйте ваши миграции всегда вот в таком формате. Если мы выполним эту команду сейчас, то видим сообщение об успешном создании файла миграции, идем в наш каталог migrations и видим, что наш файл миграции создан. Тут стоит обратить внимание на то, что фреймворк автоматом добавляет к названию файла миграции дату и время ее создания. Это делается для того, чтобы когда мы будем создавать следующие миграции, они будут иметь уже следующую дату и время, и они автоматом будут сортироваться по названию в каталоге. То есть мы будем видеть миграции сверху вниз по дате их создания. Что, конечно, очень удобно. Дальше идем внутрь этого файла. Как видим, что у нас создался класс create users table, который расширяет базовый класс миграции из фреймворка. Ну вот, и в этом классе у нас есть два метода. Метод up, типа вверх, да, и метод down, типа вниз. Метод up как раз-таки нужен для накатывания миграции, для ее переменения. А метод down вызывается, когда мы отменяем миграцию. Для отмены миграции используется отдельная команда в консоли. Мы поиграемся с ней чуть позже. Давайте сейчас посмотрим на метод up, который необходим для накатывания миграции. Как видим, здесь используется фасад схема из фреймворка, он здесь сверху у нас импортирован. И он как раз-таки позволяет нам выполнять все манипуляции с базой данных. При помощи метода create мы говорим, что нам необходимо создать таблицу и указываем ее название. Вторым аргументом мы получаем с вами функцию обратного вызова, в которую приходит объект класса blueprint, переменная называется table. По сути, это объект нашей таблицы. И здесь мы для нашей таблички говорим, какие поля необходимо туда добавить. То есть здесь по умолчанию уже есть id. Это уникальный идентификатор записи в таблице. Как видите, здесь даже подсказочка есть. Create a new autoincrement big integer column on the table. То есть если вы знаете SQL, то вам здесь должно быть уже все понятно. Что это поле типа big integer, autoincrementное. То есть автоматически при добавлении данных в эту таблицу, это поле будет увеличиваться на 1. То есть users id 1, variables еще 1, 2, 3, 4. И так до бесконечности баз данных MySQL будет сама обновлять идентификатор нового пользователя. То есть здесь обычно менять ничего не надо. Но у меня на самом деле есть такая привычка. Не знаю уж, вредно или нет, потому что я использую здесь метод from для указания id, с которого будет начинаться отчет. То есть когда у меня появится первая запись в этой таблице, она автоматически будет иметь id 1001. И все следующие уже пойдут 1002, 1003, 1004 и так далее. Это чисто мои заморочки, потому что мне не нравится, когда id начинается с 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ну какой-то он маленький, знаете, когда бывает, делаешь какой-то финансовый проект. Там, например, есть платежи. И мне не нравится, когда у платежа номер там 5. Да, хочется, чтобы у платежа был какой-то более длинный номер. Но это чисто мои заморочки, то есть у меня вот привык просто, что у меня в базе данных все записи начинаются с 1001. Я во всех таблицах эту историю добавляю. Вы можете делать так же, можете не запариваться так, как я. И давайте посмотрим на следующую колонку. Следующая колонка, она тоже тут по автоматам у нас уже добавлена. Это метод timestamps. Если мы посмотрим реализацию этого метода, что тут происходит, то мы видим, что здесь создаются две колонки. Timestamp уже должно говорить нам о том, что эта колонка будет иметь тип данных timestamp. В MySQL есть такой тип данных. Называться она будет created add. И может быть nullable. Nullable означает то, что там может не быть значение. То есть может быть значение, а может быть null. И аналогичным образом создается вторая колонка. Тоже timestamp, только называется уже updated add и тоже nullable. То есть при помощи метода timestamps у нас создаются сразу две колонки. Created add и updated add. То есть создано вы и обновлено вы. Зачем это нужно? Дело в том, что Laravel фреймворк автоматически заполняет эти поля за нас. То есть нам не нужно с ними работать непосредственно. Когда у нас создается новая запись в базе данных, он автоматически заполняет сюда дату ее создания. Когда она изменяется, у нас сразу обновляется дата ее обновления. Что очень часто необходимо и вообще даже помогает при разработке. На самом деле тут тонкий момент в том, что если вы вручную будете добавлять записи в базу данных, то эти поля не будут заполняться автоматом. Они будут заполняться только при использовании модели. Про модели мы будем с вами говорить, скорее всего, уже в следующем видео. Пока просто запомните, что эти поля автоматически заполняются только при использовании моделей, о которых мы с вами будем говорить позже. В общем, по умолчанию у нас используется вот такая история. И дальше мы с вами можем добавлять сюда уже свои колонки, которые нам нужны, например, для наших юзеров. То есть в принципе здесь должно быть понятно, что метод app вызывается при накате миграции. И здесь вызывается то, что мы в принципе здесь с вами и напишем. Сейчас мы здесь говорим, что схема, создай-ка нам таблицу users, и вот с такими-то полями. А метод down вызывается при отмене миграции. И здесь мы с вами говорим, что схема, удали-ка нам таблицу users. То есть когда миграция накатывается, мы создаем ее с такими-то полями, а когда она отменяется, мы ее удаляем. Давайте теперь перейдем к добавлению колонок. Обычно я вижу, что разработчики часто добавляют колонки вот сюда, то есть timestamps оставляют в конце. На самом деле я тоже раньше так делал, но теперь не делаю. Оставляю ее вот тут же в начале, свои колонки добавляю дальше. Почему? Потому что у меня здесь есть такое правило. То, что я добавляю колонки в том порядке, в котором мне удобно было бы смотреть на них в моей программе. То есть когда у нас будет таблица users, и у нас колонки вот пойдут по порядку. Вот например, table name, rows, там да, вот колоночки наши. И мне всегда удобно, когда у меня здесь первая колонка ID, вторая сразу дата создания, дата изменения. То есть мне неудобно, когда они в конце, потому что таблицы бывают большие, полей много, и приходится в конец смотать, чтобы посмотреть дату создания. А дата создания или дата обновления, ну, часто используется, например, чтобы найти какие-то данные, чтобы что-то посмотреть. В общем, с опытом сами увидите. В общем, здесь у меня есть какие-то определенные правила. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Это правило я вывел просто с опытом для себя, вот, и постараюсь сегодня с вами имя поделиться. В общем, хватит болтать, давайте создавать уже поля нашей таблицы. Посмотрите, таблица users. Что у нас может быть у юзера? Например, имя, да? Мы говорим, что table. Тут нужно решить, какой тип данных использовать для имени. Правило для этого используется varchar. Такой тип данных в MySQL, но в Laravel предоставляет нам удобный алиаз, более понятный, да, потому что, ну, varchar, не совсем, да, понятно, что за varchar такой. Ну, если в MySQL знаете, то, конечно, понятно. Но мы, веб-ремесленники на Laravel, уже привыкли к красоте, поэтому нам здесь просто говорят string. String как строка, да, поэтому мы говорим, что это у нас будет поле строка, и называться оно будет name, то есть это будет имя пользователя. Вообще на проектах я чаще использую именно first name и last name, то есть имя и фамилия отдельно. Но для простоты давайте в этом проекте делаем просто name. Следующая колонка, которая нам понадобится в юзерах, это, как правило, email. Но тут нужно помнить о том, что email должен быть уникальный, то есть не может быть двух юзеров с одним и тем же email. В базе данных MySQL есть такое понятие, как уникальный индекс, с помощью которого баз данных сама будет контролировать, чтобы все значения в конкретном поле были уникальные. Конечно, мы должны на уровне логики нашего приложения это уже предотвращать, но если вдруг каким-то образом запрос на вставку данных доберется до нашей базы данных, то есть баз данных уже у себя проверит и выдаст ошибку, что, мол, такое значение уже существует. Но чтобы сказать базе данных, что email должен быть уникальный, мы должны использовать здесь уникальный индекс. Чтобы добавить индекс в таблицу, обычно на языке SQL используется набор нескольких команд, но в мигра... Погоди! Но в миграции Хларвел это всего лишь один метод, который называется unique. Переводится как уникальный. Таким образом, в таблице users у нас будет еще поле email, которое будет уникальное. Давайте добавим еще одну колонку. Например, у наших юзеров может быть еще аватар, да, то есть какая-то картинка. Но на самом деле у юзера может загрузить аватар, а может не загрузить. То есть значения в этом поле может и не быть. Поэтому мы должны сказать в базе данных, что у нас это поле может не иметь значения, для этого используется метод nullable. Таким образом, база данных разрешит использовать в качестве значения для этого поля null. Следующее поле, которое я часто добавляю в таблицу users, да и не только, на самом деле, во многие другие таблицы, это поле называется active. Я чаще всего его так называю, то есть это флаг, активен пользователь или нет. Бывает такое, что нам нужно срочно заблокировать пользователей, да, ну в каких-то таких более ответственных проектах, нежели блок. Нам нужно заблокировать какого-то там плохого пользователя, чтобы он не мог ничего делать в кабинете. И мы как раз-таки добавляем такое поле в нашу таблицу, но оно уже будет иметь не строковое значение, а boolean. На самом деле, в базе данных MySQL нет такого типа данных. Это просто метод из фреймворка Laravel, который позволяет нам более наглядно понимать, что это за поле и зачем оно нужно, да. Типа boolean значит true либо false. Но по факту, под капотом в базе данных появится поле teenyint, то есть маленькое целое число, и в базе данных по факту будет храниться либо 1, либо 0. На самом деле, как вы потом увидите, это вполне удобно. Так что, если вам в таблице нужны какие-то поля, true либо false, вы используете метод boolean, указываете название этого поля. И также еще есть интересный метод, который называется default, который позволяет установить значение по умолчанию для какого-то поля. То есть не обязательно для boolean, метод default работает для всех типов данных. Ну и наши юзеры по умолчанию после регистрации, они все будут активные, то есть не заблокированные. Вот на самом деле, ребят, хочу вам дать такой совет. Старайтесь очень ответственно относиться к созданию общей схемы ваших таблиц, потому что это одно из основных моментов разработки наших приложений, и это очень важный навык, который тоже необходимо прокачивать именно на практике. Не ленитесь продумывать понятные названия для ваших полей. На самом деле, здесь есть еще даже метод comment, который позволяет указывать какие-то комментарии к полям. Например, name, email, avatar и active, и так понятно, да? Но может быть какое-то поле с каким-то непонятным названием, и не всегда можно однозначно понять, что это поле делает. Тогда вы можете написать здесь какой-то комментарий, и он останется у вас в базе данных, то есть другие разработчики, если что, всегда смогут понять, что это поле делает. То есть это нормальная тема, но в любом случае старайтесь продумывать гибкую, красивую схему вашей базы данных, не забывайте про индексы, про nullable, там, значения по умолчанию и так далее. Вплоть до того, что какие-то моменты могут приводить потом к каким-то ошибкам. Если у вас там два email в базе будет одинаковых, либо если вы для аватарки nullable не укажете, то у вас юзер просто-напросто не создаст, и при регистрации там получит ошибку. Потому что у него нет аватарки, он ее не отправил, и база данных бросит ошибку, то что, мол, нет значения для такого поля. Так что, ребят, повнимательнее с миграциями, давайте идем дальше. Следующее поле, которое я обычно добавляю, это тоже типстринг, уже нам знакомый, оно называется, конечно же, пароль. То есть у наших юзеров должен быть пароль, тут нам не надо ни уникальный, ни nullable, ничего, то есть при регистрации пользователь, как правило, указывает пароль, и мы сразу заполняем его в эту колонку. На самом деле, часто поле паспорт ставят после email, да, ну вроде аналогично, email-пароль, email-пароль, но на самом деле я ставлю его всегда ближе к концу, потому что это поле мне нафиг не нужно вот здесь, да, оно, во-первых, будет захешировано, да, и вот такая строка там в непонятных символах, она мне нафиг вот здесь не нужна на виду. Пускай она где-то там в конце болтается, да, и не мешается, поэтому я его в конец ставлю. То есть вот такие какие-то у меня есть правила, какие-то свои заморочки, но в принципе я считаю, что они оправданы. Более того, я скажу, что я даже часто добавляю пустую строку и разделяю вот эти вот миграции на блоки такие логические. Например, вот id timestamps, да, это вот стандартная история, идентификатор там, даты, то есть стандартная история остается сверху. Потом я добавляю пустую строку, как вы видели, да, я там в автомате уже это сделал. И дальше добавляю основные поля пользователя, например, имя, email, аватар и так далее. Вот потом ставлю пустую строку и добавляю уже поле password, потому что оно как бы отдельно уже идет, оно нам ни нафиг не нужно. И помимо password мы должны еще добавить здесь поле remember token. Здесь не нужно указывать никакое название. Под капотом Laravel делает там тоже поле string с названием remember token в количестве 100 символов. Нам с этим полем никак взаимодействовать не нужно, фреймворк его использует для того, чтобы реализовывать функционал запомнить меня. Когда юзер входит в кабинет, нажимает галочку запомнить меня. Честно, я до конца даже не знаю, как это там работает под капотом, никогда в этом не вдавался. Просто это поле нужно всегда добавлять, и оно было уже добавлено в миграции по умолчанию. Потому что я, насколько я помню, никогда не создавал таблицу users вот так вот с нуля. Обычно все-таки используешь ту миграцию, которую Laravel дает, просто вносишь в нее какие-то изменения. Но если что-то на будущее вы удалили и что-то вдруг не помните, вы не стесняйтесь, всегда заходите в репозиторий Laravel на GitHub и смотрите, что там из коробки настроено. Вот идем, например, на database, migrations, и вот здесь у нас есть табличка users, и как видим, здесь у нас есть вот remember token. И видите, здесь у нас вот ID идет в начале, а timestamps в конце, а я, как говорил, ставлю timestamps уже после ID, потому что мне удобно в моем MySQL клиенте пользоваться этими колонками, поэтому я их ставлю ближе к началу. А так, если что-то не помните, здесь вот видите, еще есть колонка timestamp тоже для верификации email. Она nullable по умолчанию, то есть если тут null, значит юзер еще не подтвердил свой email, да, там после регистрации не перешел по ссылке из письма. Если тут стоит какая-то дата, потому что у нас это тип данных timestamp, значит мы видим, что это юзер подтвердил, потому что значение есть, и плюс еще видим, даже когда он это подтвердил, тоже удобная история. Вместо boolean, например, используется иногда поле с датой. Если в этом поле null, значит мы рассматриваем это как false, а если там есть значение, значит это true, и плюс ко всему еще и видим дату, когда это произошло. То есть нормальный такой подход, я черт часто это использую. В общем, если что, не стесняйтесь, заходите в репозиторию, подглядывайте, а мы продолжаем. Ну и в принципе, ребят, для таблицы users, по-моему, нам больше ничего не надо. Давайте теперь накатим эту миграцию, идем в консоль и вводим команду для применения миграции. php-ertison-migrate. Видим сообщение об успешном накатывании миграции таблицы users, переходим в наш клиент, обновляем, и что мы здесь видим? Мы видим здесь с вами две таблички. Первая табличка, которую мы здесь видим, это табличка migrations, про которую мы с вами сегодня уже говорили. Laravel автоматом ее создает первым делом, и здесь как раз таки она ведет учет наших миграций. Видим, что у нас здесь есть уже одна запись. Первая колонка id, это значение 1. Вторая колонка это название файла миграции. И третья колонка batch. Batch это как раз таки порядок накатывания миграций. То есть это у нас было первое накатывание. Если мы сейчас выполним команду migrate еще раз, то у нас будет написано, что никаких миграций нет. То есть Laravel автоматом проверил, что у нас в таблице migrations уже есть такой файл, то есть мы уже применили его, и два раза он применять его не будет. Так что если что, не бойтесь два раза вызвать команду migrate, повторные миграции не накатываются. Теперь мы можем откатить нашу миграцию. Для этого используется похожая команда php-ertison-migrate-rollback. Видим также сообщение, что у нас таблица users откатилась. Обновляем нашу базу данных. У нас здесь осталась одна табличка migrations, и она пустая. Теперь мы можем опять накатить нашу табличку users. Готово. Обновляем. И опять здесь появилась миграция. ID уже три. Потому что я уже два раза накатывал эту миграцию. И мой SQL, вот эту автоинкрементную колонку, она обратно не сбрасывает. То есть она будет постоянно увеличивать ее. И давайте теперь взглянем на нашу табличку users. Как видим, здесь вот все наши колонки, что мы с вами добавили. ID, created, updated, name, email, avatar, active, password, remember в конце. На самом деле вот эти поля там, active, admin, ну типа boolean. Я их ставлю после основных полей, вот такие как name, email, password, avatar, и потом уже у меня идет active. Тут еще один момент нужно упомянуть, ребят, то что когда вы накатываете миграции в production окружение, то есть на своем сервере, где у нас в ENV стоит app ENV не local, а будет там у вас production. То есть по этому значению фреймворк автоматически поймет, что у вас окружение в production. Если вы запустите команду migrate, вот как я это сейчас делал, то тут мы видим уже вопрос. Типа вы точно хотите запустить эту команду? И нужно ответить да, либо нет, по умолчанию нет. Потому что Larval видит, что приложение в production и предупреждает нас, что мало ли мы что-то там сломаем. Поэтому когда мы запускаем миграции в production, мы либо вручную должны заходить в консоль и вводить yes, либо же другой вариант, который чаще всего используется, это запускать команду migrate с флагом fords. То есть ставим два тире вначале и пишем fords. Запускаем, и теперь фреймворк уже поймет, что мы точно хотим, и не будет нас спрашивать, и будет накатывать. Это реализовано в фреймворке для нашей же безопасности, ребят. А сейчас давайте двигаться дальше. Давайте теперь поговорим о другом типе миграции. Он такой же, как и первый, только он нужен для изменения существующих таблиц. Первая миграция у нас была для создания таблиц, мы ее называли create users table. А теперь у нас будет миграция для изменения таблиц. Сделаем это просто для теста, чтобы вы видели, и представим, что мы хотим добавить в таблицу юзера поле admin. То есть admin он или не admin. Конечно, как я уже сказал, на локалке, пока мы разрабатываем, мы можем просто откатить эту миграцию, добавить сюда это поле. Это будет тоже boolean у нас, admin, default будет false, да? То есть по умолчанию все юзеры, не админы. Откатываем миграцию, накатываем заново, и у нас уже в юзерах будет это поле admin. Но сейчас просто для теста мы сделаем это при помощи отдельной миграции. Первым делом создаем миграцию. php.artisanmake.migration. И тут уже нужно немного другое название. Тут мы пишем так. Add, типа добавить. Admin.field.to.users.table. Вот честно, я даже не помню, откуда точно я это взял. Два миграции, которые добавляют какие-то поля в базу данных, именно в таком формате. Add admin.field.to.users.table. Типа по-английски добавить поле admin в таблицу юзеров. Вот, если мы, смотрите, создадим сейчас эту миграцию, идем в миграцию, видим, что она у нас следом стала, потому что время в названии файла уже другое. И тут смотрите, в чем прикол. Вот я, честно говоря, заметил это только при записи этого видео. Смотрите, на фасаде скима здесь автоматически вызывается метод table. То есть в нашей миграции create.users на фасаде скима был метод create для создания таблицы, а здесь автоматом уже table. То есть, видимо, фреймворк теперь по умолчанию определяет по названию файла, какой метод использовать. То есть, типа, если мы называем файл миграции со слова create, значит, Laravel понимает, что мы хотим создать таблицу и использовать здесь метод create автоматически. А если мы начинаем миграцию со слова add, то он автоматом говорит, что это уже таблица users. То есть это существующая таблица, в которой мы хотим что-то с ней сделать, изменить. Прикидывайте его как. Раньше этого не было. Раньше было как. Если мы хотим создать миграцию для добавления поля, например, вот еще раз, то здесь он автоматом ничего вообще не писал. То есть, здесь было пусто. Мы должны сами здесь писать схемы и то, что мы хотим сделать. То есть, фреймворк не понимал, что мы хотим сделать. Может, мы хотим здесь удалить таблицу, наоборот, или еще что-то сделать. Ну, разные варианты могут быть. Вот. А теперь, смотрите-ка, автоматом, короче, это определяет. Ну, а раньше надо было писать тоже flag, table, и здесь уже название таблицы, например, users. Тогда он уже создавал миграцию и понимал, что там нужно сделать метод table. А я еще, кстати, удивился, когда мы делали миграцию для таблицы users, да, первую вот эту, что он сразу все вот это дело нам здесь создал. Я-то хотел сначала показать, что здесь будет пусто, а потом уже показать вот этот флаг. Потому что там надо было использовать флаг create users. И тогда бы он сделал вот эту историю, да, с create users и так далее. А там он автоматом это сделал, я думаю, в фигасе. Ну, ладно, думаю, прикольно. Опять же, меньше кода писать, вот эту штуку не надо, да, делать. И тут сейчас добавил эту миграцию, я тоже смотрю, уже тейбл автоматом. Короче, ребят, вывод такой, что называется таблица так, как я вам говорю. Create users table, например, да, либо add admin field to users table. Многие разработчики сообщить в Laravel, им используют именно такую системное именование для миграции. Вот, и давайте продолжать. Теперь мы хотим добавить в таблицу users поле admin. Берем нашу табличку, которая у нас приходит сюда в callback, говорим, что это поле boolean, admin и по умолчанию false. То есть для первой версии проекта, какого-то MVP, это может быть служить даже в качестве базовой защиты админки. То есть там вы создаете middleware, например, admin middleware, и проверяете, что у текущего аудифицированного юзера свойство admin true. И тогда пропускаете запрос дальше. А если false, то там abort 403 доступ запрещен и все дела. Вот, и по умолчанию у всех юзеров false. И также, ребят, здесь важно не забыть про метод down, потому что здесь у нас тоже сейчас пусто. И нам нужно здесь указать, что мы при откате этой миграции, мы хотим удалить эту колонку. Для этого используется метод dropColumn с указанием названия колонки, и в принципе здесь больше ничего не надо. Таким образом, при накатывании миграции колонка будет создаваться, а при отмене она будет удаляться. То есть это важно, и не забывайте тоже про метод для отката миграции. Иначе потом даже какие-то ошибки могут возникать. Когда вы, например, миграцию накатили, эта колонка создалась, потом ее откатили, думаете, что колонка удалилась. А потом опять накатываете, и тут будет уже ошибка, то что баздана скажет, что такая колонка-то существует. И у вас уже миграция не пройдет. Но опять же, вы все на практике, сами это все поймете, я просто стараюсь вам рассказывать, делиться своим опытом. Вот, и теперь, ребят, давайте накатим и эту миграцию. php.artisan.migrate. Ага, видите, спрашивает, продакшен или нет. Нажимаю команд C, чтобы отменить, меняю vnv на local, и запускаю еще раз. И как видите, накатилась наша вторая миграция. Обновляем таблицу users, и видим, что у нас появилось здесь поле admin. Только прикол в том, что оно встало в конец. И так далее, я тоже стараюсь вместе держать, рядышком, чтобы они по порядку шли. И тут нам как раз-таки поможет еще один удобный метод. Возвращаемся в миграцию, и метод называется after, то есть после. И здесь мы можем указать название другого поля, которое уже существует у нас, чтобы сказать фреймворку, что поле admin необходимо добавить после нашего поля active. Теперь что мы можем сделать? Как вы уже догадались, мы должны откатить эту миграцию. Кстати, смотрите, вот эта табличка migrations, здесь у нас уже две записи. Вот у нас появилась вторая запись с добавлением поля admin. И здесь batch уже два. И при вводе команды для отмены миграции, rollback, у нас отменится именно миграция с batch 2. Давайте проверим. Вводим rollback, миграция отменена, обновляем, и у нас осталась только одна миграция с таблицей users. Если мы сейчас введем rollback еще раз, то у нас таблица users тоже отменится. То есть они вот так по шагам отменяются назад, что очень удобно. А в принципе давайте отменим и users сейчас. Миграции больше нет, обновляем, вообще база у нас пустая, только табличка migrations осталась. И теперь мы накатываем миграции еще раз. И что сейчас произойдет? Вы можете уже догадаться, что у нас накатились сразу все миграции. То есть потому что они у нас уже были созданы, и Laravel автоматически накатывает все новые миграции. Это то, про что я вам рисовал в начале видео, да, вот эту схему. То есть на мой взгляд это просто важный момент, который нужно сразу понимать. И теперь у нас в таблице migrations обе вот эти миграции накатились, и у обоих номер один. Теперь при откате этих миграций, да, делаем rollback, они автоматически тоже обе откатываются. То есть вот такой вот тонкий момент, учитывайте его при разработке. Ну и давайте накатываем последний раз, наши миграции накатились, users, и поле admin у нас встало после active. То есть вот такая история. Надеюсь полезно, ребят, если да, то тыкайте палец вверх, напишите какой-нибудь коммент, благодарность, или наоборот, поругайте меня за что-то. Это поспособствует продвижению моего канала. Я буду видеть, что вам контент полезен, заходит, и, соответственно, это придаст мне сил записывать видео дальше. Ну а YouTube покажет то, что мои видосы надо продвигать, потому что есть активность. А сейчас, ребят, продолжаем. В принципе, в качестве задания я предлагаю вам поставить видео на паузу и создать самостоятельно еще одну миграцию для таблички Posts. То есть это будет наш блок, табличка будет называться Posts. Я обычно вот ее называю Posts. Вообще такой момент тоже интересный. У начинающих разработчиков часто возникают вопросы, как называть таблички, как называть поля, как называть переменные даже, да. И на самом деле я раньше тоже задавался этим вопросом, и сейчас даже иногда, но очень-очень редко. Потому что с опытом у вас будет просто уже копиться вот этот каталог, короче, название переменных, табличек, полей и так далее. И вы уже не будете задумываться, как называть переменные, там, таблички в базе и так далее. Если мне нужен блог, я сразу создаю табличку Posts Ну потому что табличку Blok называть неправильно, да? Что такое блог? Блог это какая-то сущность, в котором есть посты Если мы создадим табличку Blocks, потому что название таблиц в Laravel принято всегда называть во множественном числе, кстати говоря То есть табличка с юзерами, она не юзер, она именно юзерс Ну это логично, там же юзеры у нас, значит и табличка юзерс И также если мы будем создавать для блога табличку Blocks, то это получается таблица с блогами Но по сути-то это не блоги, потому что блог это общее название для чего-то, в чем есть посты То есть посты это отдельно, блог отдельно Если бы у нас юзеры могли создавать, например, блоги свои, там несколько блогов он может создать И в каждый блог потом писать, это другое дело, тогда да, Blocks Но у нас-то просто посты, поэтому это будет табличка Posts А на сайте можете писать там как угодно, блог, статьи и так далее Поэтому в качестве задания можете ставить видео на паузу и сами создавать табличку Posts Давайте в этот раз для разнообразия я создам ее сам, а потом просто прокомментирую, какие поля мы туда добавили php-artisan-make-migration-create-posts-table Создали миграцию, переходим в нее И здесь у нас уже есть такая заготовочка Дальше нам для поста нужно что? Заголовок, это поле String и название обычно я использую Title Дальше нам нужно поле для содержимого поста Я обычно называю его Content, но тут нам нужен уже другой тип данных, текст, о котором мы с вами поговорим позже Дальше нам нужно поле, показывающее, опубликован наш пост или нет Это, конечно же, поле Boolean и можно назвать его тоже Active Я на самом деле часто использую именно название Active для многих таблиц То есть Active либо True, либо False, значит там активен, неактивен, опубликован, неопубликован То есть, по сути, это показывать на сайте или не показывать По умолчанию у нас это будет True То есть, по умолчанию там все посты опубликованы Но вообще в админке там будет галочка Сразу при создании поста будет Checkbox Либо True, либо False Но по умолчанию поставим True Вот, помимо этого могут быть какие-то еще поля Да, там в зависимости уже от требований Это может быть там MetaTitle, который будет отдельно выводиться в MetaTag Да, страницы для SEO, MetaDescription То есть тут мы можем сами определять, какие функции нам нужны Такие поля мы и будем добавлять Мы в нашем блоге пока не будем этим запариваться Делаем минимальную версию Помимо этого, нам еще нужно поле даты публикации поста Это поле Timestamp без S Потому что S это Timestamps Laravel, мы уже видели, там автоматно добавляет поле CreatedEd, UpdatedEd А просто Timestamp без S в единственном числе Это как раз таки поле с датой и временем И назовем его PublishedEd То есть дата публикации поста И запомните, что когда вы добавляете какие-то кастомные даты Обязательно добавлять для них Nullable Это просто вот, как правило, нужно запомнить При добавлении кастомных дат обязательно использовать Nullable Иначе могут возникать там непредвиденные ошибки Даже если вот тут посмотрим, да, в Timestamps Тут Laravel тоже автоматно вот Nullable добавляет Так что вот такое правило, запомните это Ну и как видите, вот поле с датой и временем Я добавляю уже после Timestamp Чтобы вот эти даты, они шли тоже по порядку ID, дата создания, дата обновления и дата публикации Ну и тут вы можете подумать, что зачем нам еще одно поле PublishedEd, когда у нас есть дата создания, дата изменения Но на самом деле дата публикации это другое Одно дело, когда пост создан А другое дело, под какой датой он будет публиковаться То есть какая дата именно публикации будет на сайте отображаться Обычно принято в админке Давайте админу возможность указывать отдельную дату Именно публикации поста И по этой дате мы уже будем их сортировать на сайте На самом деле здесь есть еще другой вариант Вместо Active, если вам оно, например, не нравится Вас оно напрягает, типа непонятно, да, что это значит Можете прям так и написать, что PublishEd Если опубликован, значит на сайте показываем Если не опубликован, значит не показываем То есть тут хозяин-барин, можете делать как вам удобно Если вот оставлять PublishEd, то я бы, скорее всего, PublishEd это Перенес бы уже вот сюда вниз И еще вот так вот отделил это пустой строкой То есть как отдельную группу То есть это он опубликован либо нет А это дата публикации То есть они вот начинаются с PublishEd, да Ставлю рядом, например, бывают еще какие-то статусы у нас там Статус заказа может быть, да Только он, как правило, не булен, а стринг, например, там Пендинг, да, ожидает, или completed завершен Но дефолт можно не ставить, да При создании заказа мы там сами укажем, что это Пендинг, например, статус Вот, и также статус add поля, то есть когда статус менялся Тоже полезно узнать, когда там было изменение статуса Вот, таким образом, я тоже эти поля вот так вот отдельно выношу Пустой строкой разделяю и кладу их в табличку тоже рядышком В принципе, в постах это, наверное, все, что нам нужно, да Как видите, вот бывают разные варианты Можно Active, а PublishEd сюда поставить, а можно сделать вот так То есть часто у нас у программистов бывает такая штука Мы над какой-то фигней сидим и думаем, как лучше, так или так, как или так Хотя, по сути, это вообще никак ни на что не повлияет, да Но мы думаем, как вот нам будет приятнее этим пользоваться Как это красивее будет выглядеть Вот у меня, например, бывают такие моменты Вот, ну, в данном случае мне вот нравится PublishEd и PublishEd Это вот отдельно в конец таблички поставить Ну, как вы думаете, этого достаточно нам для создания наших постов? Давайте ответ на счет 3, 2, 1 Недостаточно Почему? Потому что у нас есть с вами юзеры, и эти юзеры создают посты Если у нас юзеры что-то создают, и эти ресурсы или сущности относятся к нашим юзерам То мы должны добавлять обязательно внешние ключи Если вы знакомы с MySQL, то вы знаете, что такое внешний ключ Это связь между двумя таблицами Эта связь хранится в базе данных И позволяет контролировать вот эту связанность между таблицами То есть, чтобы у нас не было постов, которые создал несуществующий юзер То есть, сейчас поймете на практике Для того, чтобы нам привязать наши посты к юзеру, мы должны создать еще одно поле Чтобы установить связь с другой таблицей, это поле должно иметь точно такой же тип данных Как и то поле, на которое мы ссылаемся в другой таблице Здесь у нас будет с вами поле UserID Это тоже общепринятое название ключей в Laravel Обязательно тоже его используйте То есть, если мы хотим здесь установить связь с таблицей Users То здесь мы должны писать название поля в таком формате User в единственном числе Нижнее подчеркивание и ID Потому что это колонка ID в таблице Users Вот эта колонка Как видите, здесь вот непонятно, что это за тип данных Тут вот в комментарии понятно, что это BigInteger Если мы перейдем в реализацию этого метода, тоже видим, что это у нас BigIncrements Переходим в BigIncrements, видим, что это Unsigned BigInteger В общем, нам нужно поле тип данных BigInteger И он должен быть еще Unsigned Unsigned значит, что типа положительное число То есть в таблице BigInteger могут храниться только целые числа И они не могут быть меньше нуля Таким образом, мы добавили сюда колонку, которая имеет тип BigInteger Большое целое число Называется оно UserID Потому что у нас табличка Users и поле ID в ней Вообще, по умолчанию всегда связи устанавливаются через поле ID Да, и Laravel тоже по умолчанию все это знает И это будет очень удобно, когда мы будем указывать эти связи в моделях Когда будем изучать модели, вы поймете, что фреймворк многое делает за нас Потому что мы называем наши поля именно вот по такому соглашению Потому что у меня был такой опыт Пришел программист на собеседование, который называл поля наоборот ID User Я говорю, откуда ты вообще это взял? Где ты это вообще придумал? А нас в такой университете учили Блин, а в документацию Laravel зайти не судьба, да, посмотреть, как это все делается Так что, ребят, не выдумывайте такие моменты, делайте сразу как положено Так вот, мы создали с вами колонки, но мы пока еще не указали связь То есть это пока что у нас просто колонка с целым положительным числом И наша база данных, она не знает, что здесь именно должна быть связь с таблицей Users Чтобы указать связь, мы должны сказать, что это именно внешний ключ Для этого используется метод FOREIN И указываем здесь название колонки Это тоже будет UserID Дальше указываем поле, на которое оно должно ссылаться Для этого используется метод REFERENCES Типа ссылается, да, ну так переводится, по-моему И здесь мы указываем колонку ID И следующим методом говорим, на какую таблицу ссылаемся Он Users То есть тут мы говорим, что мы хотим создать внешний ключ на поле UserID Который ссылается на поле ID в таблице Users И теперь таким образом мы не сможем создать пост, не указав поле UserID Причем этот UserID должен обязательно присутствовать в табличке Users Если его здесь не будет, то будет ошибка Таким образом нам база данных позволяет контролировать вот эти связи И мы всегда уверены, что у нас таблица постов и UserID это всегда существующий юзер Вплоть до того, что если мы захотим удалить какого-то юзера То нам баз данных не даст это сделать, потому что у него есть посты Но отдельно мы здесь можем также использовать методы, которые позволяют изменить это поведение Например, это метод onDelete Типа на удаление, да, при удалении Мы говорим, что каскад То есть это все возможности от MySQL, да, а каскад означает, что если мы удаляем юзера И его посты тоже автоматом удалятся Либо можем указать здесь set null Значит установить в null это значение То есть когда мы юзера с вами удалим, то поле UserID в его постах установится в null Только для этого мы должны конечно же добавить сюда еще nullable Сказать, что это поле может быть null, иначе ничего не получится То есть вот такая история, ребят, работает Не знаю, хотите себе вот комментарии оставьте, чтобы на будущем сюда подглядывать Хотя в документации тоже все это есть, но вот если хотите, оставьте себе такой шаблон И сейчас я покажу вам, как эту запись можно сделать намного короче Потому что Laravel не был бы, как говорится, Laravel-ом, если бы не давал нам возможность писать меньше кода Таким образом мы разрабатываем проекты быстрее Смотрите, делаем то же самое, вместо bigInteger unsigned мы можем просто сказать, что это foreignID Это такой метод, который является алиасом и в принципе под капотом, если мы посмотрим дальше, что происходит Вот здесь говорится, что добавляем колонку, тип bigInteger, название то, которое мы сюда передаем AutoIncrementFalse unsigned true То есть по сути вот он сделает bigInteger unsigned Вот и здесь нам необходимо только лишь указать название нашей колонки То есть все, теперь нам не нужно думать, какой-то там тип данных BigInteger или не bigInteger, unsigned или нет И писать вот в два раза больше кода Мы можем просто сказать, что это внешний идентификатор Если нужен nullable, да, также добавляем сюда nullable уже отдельно Но, как правило, это редко нужно, в данном случае уж точно nullable не нужен Потому что все посты должны иметь юзеры Так что вместо вот такой длинной записи, поля, которое должно быть внешним ключом Мы можем использовать вот такую историю Теперь покажу, как мы можем сократить вот эту длинную запись Для этого мы можем прямо здесь продолжить и использовать метод constraint И передать сюда название таблицы И все, ребят, внутри вот этого метода Larval автоматически сделает вот такую историю, да, кроме onDelete То есть этот метод onDelete нужно сюда тоже добавлять Правда его там, по-моему, нету, но тут есть какие-то другие методы Видите, например, каскад onDelete То есть вместо того, чтобы писать onDelete каскад, как мы тут делали, да Здесь просто есть метод каскад onDelete В общем, вообще эта история не очень часто нужна Просто если что, имейте в виду Как правило, достаточно вот такой записи И на самом деле мы даже табличку users можем здесь не писать Потому что по умолчанию Larval сам поймет, как называется табличка И подставит ее туда Так как по умолчанию Larval по названию вот этого поля Сам поймет, как называется табличка Если у нас тут userid, то Larval поймет, что это табличка users Это вот вопрос о том, что нужно давать правильное название колонкам, да, соблюдать соглашение То есть, ребята, вот вместо такой длиннющей записи мы сделали то же самое одной строчкой Я вот эти комментарии, короче, удаляю и оставляю только вот эту историю В принципе, теперь наша миграция для постов готова Давайте посмотрим, что у нас в методе down Тут просто удаляется табличка, здесь нам ничего менять не надо Ну и давайте попробуем накатить нашу миграцию php-artisan-migrate Как видим, миграции накатились, ошибок никаких нету Обновляем страничку, и у нас появилась табличка posts Колонки id, created, updated, user title, content, publish it, publish it, add По-моему, выглядит классно, очень удобно Как видите, вот эти поля с внешними ключами я тоже добавляю ближе к началу То есть, я, как правило, ставлю их после дат Потому что вот эти поля тоже очень удобно часто по ним отфильтровать, например Нужно мне в базе данных посмотреть все посты, например, юзеры Я беру user id, например, 1, 2, 3, 4, 5 И как сразу нашел, как бы я сразу вижу тут user id То есть, на практике я выявил для себя то, что внешние ключи, они должны быть ближе к началу Потому что они часто используются при поиске каких-то данных и так далее Таким образом, мы с вами создали табличку posts Смотрим миграции, и видите, эта миграция у нас уже вторая идет То есть, если мы сейчас будем отменять, она отменится первой Потом еще раз будем отменять, отменятся вот эти две сразу А если мы накатим, то они уже все три сразу накатятся И тут, не отходя от кассы, сразу хотел бы показать вам еще пару команд полезных Бывает такое, что нам необходимо откатить сразу все миграции То есть, у нас тут миграции может быть дофигища, да, и у них у каждого свой бетч И нам надо откатить все, и будем там по одной, да, rollback, rollback, rollback откатывать Но, если нам нужно все откатить, php.artisan.reset вводим И таким образом, Laravel откатывает сразу все миграции То есть, все, обновляем, у нас база данных опять пустая, табличка migrations осталась Напомню, что табличку migrations, Laravel автоматически создает, так что мы можем ее удалить И при следующей миграции она опять появится Теперь мы можем опять накатить всю эту историю, php.artisan.migrate Обновляем базу данных В миграциях, как видим, все это под одним номером у нас накатилось Посты, юзеры созданы, все работает Есть еще одна полезная команда, которая тоже иногда полезна запускать Но только не на продакшен, а именно при разработке Эта команда называется fresh Fresh означает удалить все таблицы и потом накатить миграции То есть, она похожа на команду reset, которая откатывает все миграции И потом накатывает заново Только команда fresh, она не откатывает миграции А именно удаляет все таблицы То есть, там выполняется msql-запрос для удаления всех таблиц Просто-напросто все сносит и автоматически сразу опять накатывает миграции То есть, с одной командой мы все удалили и опять накатили Помимо этого, есть еще команда refresh Эта команда тоже похожа, но она сначала откатывает все миграции А потом накатывает все То есть, есть вот такие разновидности команд Они в документации все перечислены Если что, со временем запомните Пока вам достаточно, в принципе, две команды PHP Ertison Make Migration для создания миграций, PHP Ertison Migrate для их накатывания, и PHP Ertison Migrate Rollback для откатывания. Вот три команды, получается. И вам на ближайшее время точно хватит этих команд. Вот, еще один момент, который хотел уточнить, это то, что создавать таблицы, в которых есть вот внешние ключи вот такие, необходимо после тех таблиц, на которые эти внешние ключи ссылаются. То есть мы не можем сначала создать миграцию для постов, а потом миграцию для юзеров, и в постах указать ссылку на User ID. Потому что миграция выполняется по очереди, и у нас будет выполняться миграция для постов, а таблица Users у нас идет после нее, да, Users у нас еще не создана таблица, а мы тут уже на нее ссылаемся, тогда будет ошибка. Ну, это так логично, но, в принципе, некоторые могут об этом не знать, и надо вот заранее продумывать порядок миграций. Если вдруг понадобилось добавить какую-то историю, на которую должна ссылаться таблица Users, например, понадобилось добавить страны, да, мы добавили страны, и надо в юзерах добавить поле там Country ID, и эта Country ID будет ссылаться на табличку стран. В этом случае мы создаем две миграции. Первая миграция для страницы стран, Create Country Stable, да, и вторая миграция уже с добавлением поля Country ID в таблицу Users, и тогда у нас все получится. То есть именно нужно в правильном порядке все это выполнять. Но, опять же, если что, будут ошибки, не переживайте, экспериментируйте, пробуйте по-всякому, и тогда будете же потом все знать, и станете профессиональными FullStack веб-ремесленниками. Ну, в принципе, сейчас мы можем с вами только попробовать лишь добавить какие-то данные, да, мы не будем пока с вами отправлять запросы босс-данных через Laravel создавать, это мы будем в следующих уроках смотреть. Сегодня мы с вами смотрели миграции, в принципе, можем сейчас вот создать, например, юзера. Вот я нажимаю в своей программе здесь плюсик внизу для добавления записи. ID можно не заполнять, потому что это автоинкремент, босс-данных автоматом его заполняет. Created, updated, можно заполнить при помощи вот команды now, то есть это означает текущую дату времени. Name, можно писать там test, email, test, собака там, foobar, например, аватара пока не будет, как видите, здесь уже по умолчанию null, потому что мы ставили там nullable. Active у нас по умолчанию тоже один, и видите, кстати, программа у меня автоматом здесь чекбокс рисует, потому что даже она понимает, что это Boolean, либо true, либо false. Не знаю, каким образом, но, видимо, какое-то соглашение тоже есть, то, что это polytiny integer, маленькое, да, целое число, то она понимает, что это Boolean, что очень удобно, можно поставить, снять. Admin по умолчанию у нас ноль, паспорт на самом деле нужно через фреймворк задавать, потому что там он хэширует определенным образом, то есть в базе никогда не храните пароли в открытом виде, то есть там юзер ввел секрет 1, 2, 3, да, и вы там в таком виде в таблицу его и положили, то есть так делать никогда нельзя. Необходимо при помощи специальной PHP функции пароль хэшировать и класть сюда уже хэш, и потом, когда юзер входит в кабинет, вводит свой пароль новый, уже сравнивается именно хэш, то есть так вообще никогда не делаете. Но сейчас мы для теста пока так оставим, потому что мы пока еще через фреймворк с вами не умеем добавлять данные в таблицу. Ну, remember token тоже ставим, ну, glarvel тоже автоматом его добавляет, когда юзер у нас нажимает запомнить меня. В принципе, все, вот мы создали нашего пользователя. Как видите, ID вот 1001 сразу, да, потому что мы там с вами from для юзеров ставили 1001, а для постов, кстати, забыли, да? Ай-яй-яй, я бы тоже сделал 1001. Мне нравится, это, знаете, мой такой фирменный штрих. Нажимаем добавить, ID тоже не заполняем, created at, updated at, null, юзер 1. Давайте для примера поставим здесь 1002, то есть ID несуществующего юзера и увидим, что ничего не получится. Title test, content тоже test, publish it, ok, publish it, add, ну, тоже поставим null, типа только что опубликовано. И нажимаем добавить, хоп, и видите, ошибка. Кстати, учитесь читать название ошибок, потому что бывает такое, что пишут, что у меня за ошибка. А на самом деле, как правило, все ошибки, ну, понятным языком написаны. Тут написано, что невозможно добавить дочерний ряд foreign cane, constraint, fails. Короче, уже можно догадаться, что тут что-то с внешним ключом, constraint, это типа ограничение, fails, типа провалилось, да? Можете просто скопировать эту ошибку, написать ее в поисковике, и сразу там первая, вторая ссылка там на том же stackoverflow уже там даст вам ответ, что здесь не так. Ну, и в принципе, и так понятно, что что-то с внешним ключом не то. А все дело в том, что мы вот добавляем пользователей с ID 1002. Кстати, вот это вот, и как раз таки есть запрос на вставку insert на чистом языке SQL, который я вот рекомендую вам изучить. Теперь давайте меняем user1 на нашу 1001, хоп, и у нас все добавилось. И как видите, программа мне даже рисует здесь стрелочку, то есть она тоже понимает, что здесь у нас внешний ключ на юзеров. Нажимаем, и у меня сразу здесь прям тот юзер, на которого ссылается наш этот пост. Также здесь в программе вот можно посмотреть настройки таблицы, то есть ID, сразу видно тип данных, там длина, там какие-то параметры, ну все, что мы с вами указывали. Вот name, мы говорили string, да, это по факту varchar, максимальная длина 250 символов. Кстати, вот для string, если по умолчанию 250 символов мало для названия постов, то, как видим, здесь вот можно указать длину отдельно, например, можете указать здесь тысячу символов. И тогда вы в это поле сможете записать строку длиной, там, тысяч символов. То есть некоторые методы, на самом деле, имеют дополнительные параметры. А вот этот текст, это как раз-таки тип данных текст, он так и называется. Вот идем в таблицу постов, контент, вот он, текст. Текст позволяет нам очень большой объем данных сюда записывать, да, потому что содержимое постов бывает большое. Ну, в принципе, вот все параметры, которые мы с вами добавляли сейчас в миграции, они здесь все отображаются. И вот программа умная, она тоже нам помогает с этим работать. Очень удобно. Ребята, это, наверное, все, что я хотел вам сказать о миграции, чтобы вас сильно не грузить. Надеюсь, помог, что-то новое я вам рассказал. Не забывайте добавляться в мой канал, в Телеграм, где я публикую разные полезные статьи, видосы. А также можете залетать к нам в чат, если хотите пообщаться, поболтать, задать вопросы. А так, коллеги, спасибо за просмотр. До связи в следующих видео. Пока! Пока!